Девушки отдыхают А мне кажется, что рановато Давидика учить играть в нарды Эй, надо шутить Во-первых, все армяне от рождения играют в нарды А во-вторых, потом с годами уже оттачивают мастерство А я не удивлюсь, если он шашлык научится жарить раньше, чем разговаривать Правильно Да, кстати, об этом Ты не хочешь сейчас, если ты видишь папу своим первым словом, сказать «папа»? Мне кажется, почему твои сестрички в этом возрасте уже шебетали Мальчики начинают разговаривать позже, да? Серьезно? Правда, девочки начинают разговаривать раньше, болителю Но за мальчиками остается последнее слово Конечно, милый Что, наш Давидик до сих пор не начал говорить? Нет, не хочет А знаешь, все мои начали говорить где-то месяцев восемь-девять, вот так Ля, ты еще скажешь, что они в утробе бегали? Не волнуйся, слушай Эйнштейн вообще три года начал говорить Здравствуй, Давид Привет, Арсеньевич Вы что, даже не поздороваетесь? Нет, я ему не подам руки, если даже он будет тонуть Это я не приму твою руку, даже если буду тонуть Постой, Карен, если, например, Николай, не дай бог, будет тонуть, я ему дам руку, а вторую тебе Ты же мне поможешь его вытащить, а? Давидик, прекрати эти свои дипломатические штучки, знаешь? Я его видеть не могу, все Прекрасно, хоть в чем-то мы совпадаем, поэтому, как только мы закончим проект, я выхожу из дела Извини, Давид, ничего личного Нет, это я выхожу из дела, а то постой, если он выходит, я зачем должен быть, и я останусь Добрый день О, Андрей Петрович Здравствуйте Добрый день Не помешал? Не, ну что вы, человек, который вкладывает столько денег в наш бизнес, может иногда и помешать Вот, кстати, по поводу моих денег, есть одна проблема Ну что вы, уже одна команда, какие могут быть проблемы, хотя в то же время ваши проблемы, это наши проблемы Как раз наоборот, ваши проблемы, а теперь мои проблемы Я вижу, вы между собой не очень ладите Ну что вы В такой ситуации ваш бизнес может очень легко развалиться А мне риски не нужны Все, дальше я сама, пока Подожди, ну я уже устал от этой конспирации Ну что я не могу довести свою родную жену до дома Ну то, что ты не можешь жить со своей родной женой, тебя не смущает? Ну Нет, прячемся, как любовники Ну это, кстати, неплохой опыт Ладно, нам все равно надо рассказать нашим родителям Представляю, как отреагирует папа, он даже имени твоего слышать не может Хорошо, не будем называть нашего сына Егор Блин, я серьезно Нам в любом случае надо набраться мужества и рассказать нашим родителям Когда? Сегодня? Не, ну, сегодня можно набраться, а рассказать через пару дней Я понимаю, что своим решением забрать деньги я ставлю вас в затруднительное положение Но я привык работать с надежными партнерами Тогда вы не только не можете забрать деньги, вы должны нам еще и дать Потому что мы не просто партнеры, мы друзья В самом деле? Конечно, так как мы дружим, еще никогда никто в мире не дружил Это точно А у меня складывается другое впечатление Ну посудите сами, если бы мы были в ссоре Карен бы сегодня устраивал семейный ужин, на который пригласил Николая с женой и меня с невестой А у вас сегодня семейный ужин? Да, вы знаете, мы периодически так вот собираемся в ужин и в завтраке мы обедаем Но сегодня особенный ужин Будут еще Егор и Марине А это вы такие? Как кто? Это сын Николая и дочь Карена Кстати, они женаты, счастливы Давид А что? А что скрывать? Андрей Петрович считает член нашей семьи Кстати, мы вас приглашаем сегодня на наш семейный ужин Ну что ты такое говоришь, Давид Тимов? Нет, конечно, я буду счастлив А вдруг у человека совершенно другие планы? Карен, планы можно скорректировать Приходите сами и увидите, что мы не просто партнеры и даже не друзья Мы самая настоящая большая семья Спасибо за приглашение А это удобно? Конечно Знаете, если вы не придете, Карен обидится Повышусь Ну хорошо Так и до вечера Не провожайте, я дорогу знаю Не прощаемся Ну и что это было, рассказывай Ну какой к черту ужин? Я вас о многом не прошу Я всего лишь прошу вас стать друзьями на один единственный вечер Ради нашего бизнеса Ради моей обеспеченной старости И в конце концов ради ваших будущих внуков Ну хорошо, один вечер я как-нибудь выдержу Привет Привет, сыновка Надо поговорить Марина, Джан Могу я у тебя кое о чем попросить? Если это не переключи на футбол, поможешь Не мог бы ты мне оказать одну услугу Она касается семьи Макикян Я понимаю, что они неуравновешенные люди Но сегодня мы должны вместе поужинать Чтобы показать инвестору, что наш бизнес крепок И что мы дружим с Кареном И что вы с этим прошел Игорь Все еще крепкая семья Не мог бы ты провести сегодняшний вечер В компании с твоей почти бывшей женой Я понимаю, что это неприятно Ну вам просто надо посидеть вместе Ну как будто вы еще Ну ладно Ну ладно, хорошо Я потерплю Теперь остается только убедить твою маму Ой, привет Здравствуйте Так, девочки Мне это надоело Вы обе мои подруги Так что давайте мириться Лен, ты думаешь Можно вот так вот выпить шампанского И снова стать подругами? Ну Подожди Вы даете подруге Подожди, нет, нет, секундочку А как ты думаешь Настя мне не звонит Я решила, что если Настя не звонит Значит не хочет со мной общаться А про тебя так думала Взрослые люди Ведет себя как дети Хуже, как наши мужья Девочки Надо их помирить Карен О, Оля звонит Слушайте, что-то случилось Давид звонит А да Да У нас Сегодня Во сколько Хорошо Ну что, я так понимаю Всем сообщили про ужин Это наш шанс их помирить Ой, я тебе дорогую мою Моя А какой запах Какой запах Это мясо? Нет, это папа И вы проходите Ой, простите Настенька, здравствуй, родная А вот этого не надо было делать Так надо изображать Когда придет инвестор Карен, милый Мы ничего не изображаем Мы с Настей помирились Я очень рада Коля, ты не против? Взрослые люди Делайте, что хотите Что делать Что делать Потом он придет Пусть делают, что хотят Как скажешь Ради дочери хотя бы Ей так неприятно Стоять рядом с этим Прошилы Карен, простите, пожалуйста Отойди от нее Карен Ой, все, это он Давайте, давайте Рассаживайтесь Быстренько изображайте Такую семью С рядом с ней И улыбнитесь Да, по-моему Карен Герой еще рано знать про нас Алло Привет Сейчас не могу У нас семейный ужин Давай завтра встретимся И поговорим Пока И с кем ты завтра Собралась встречаться? С Нобелем А ты что Не рассказала про нас? Завтра с ним встречусь И все ему расскажем Прекрати Нас засекут раньше времени Прошу вас Проходите, Андрей Петрович Прошу А вот и наша Как мы ее ласково Называем Дружная семья Добрый вечер Добрый вечер Прознакомьтесь с моей супругой Астасия Павловна Очень приятно А вот и моя Наташа Моя королева Мой наследник Давидин Здравствуйте И сколько ему уже? Годик Он уже говорит? Нет, ну что вы маленький Нет, нет, нет Он спокойный Молчун Как папа Ну давайте рассаживайте Что мы стоим Давидин, помоги всем Арсенич Егорджан Не туда Мой родной Ты сядешь рядом со мной Я должен видеть Как вы с Мариной в арку Быстрее, быстрее Давай, давай, давай А здесь Наш инвестор Прошу вас Андрей Петрович Это он такой спокойный О да О да Андрей Петрович, коньяк А сейчас У меня тост Очень красивый тост Давайте выпьем За самого лучшего В мире Инвестора В самой теплой В самой Красивой Квартиры Москвы Спасибо Какой у вас скромный, друг Ошибаетесь Самый скромный Помнишь, помнишь Если бы в этот день Я не упал бы с коня Арсенич Меня не пригласил бы В свой погребок Я бы не попробовал Эти прекрасные Наливки Помнишь наливки, да? А да я Чудо Все-таки Взима наливки Получаются намного лучше Чем мне сидеть в фитле Ну не скажи У тебя тоже много Других талантов Еще никто Из моих друзей Не парился Можжевелом Венеком И не обливался Гвитком Баранево Фаршировное По-королевски Вы такое делаете? Еще мы Давид, может быть Вам помочь? Да нет, не надо А у них там все хорошо? Да, им сейчас не до меня Вон, можете посмотреть Они нормально общаются? Ну да, друзья иногда общаются По-моему, это нормально Вообще-то, конечно Они же друзья Да Это нормально Все-таки Прекрасное было время Да Можно повторить Конечно И как раз Андрея Петрова Ладно Пойду Давиду помогу Ну да Ну да Ой, извините, пожалуйста Иду-иду, маленький Хорошо Мне у вас Но, к сожалению, мне пора Эх, сохранять такие отношения Имея общий бизнес Я вам даже немножко завидую Чего тут завидовать Вот Приходи На следующей неделе Мы собираемся У Николая С удовольствием Но, к сожалению На следующей неделе я улетаю Что, вы даже чай не попьете, что ли? Нет Спасибо Но мне пора дела Проводим, проводим Да-да Пошли Ну, ты чего такой грустный? Как тут не загрустить Такое ощущение, что Друзей в аренду взял на два часа А продлить нельзя Еще раз спасибо, что пригласили По-моему, душевно посидели Все, благодаря вам Не преувеличивайте Сегодняшняя атмосфера Целиком заслуга Карена Георгиевича Вы даже не представляете Как вы правы, Анна Стравича Надеюсь, теперь вы уже Поняли окончательно Что правильно сделали свои вложения Да Не, я никого не ждал Добрый всем вечер Здравствуйте Здравствуйте, Карен Георгиевич Здравствуй, Нобельджан Прошу простить меня за прошлый раз Что я так некрасиво ушел Вы знаете, я все обдумал И пришел попросить руки вашей дочери Как это? Она ведь уже замуж Он имел ввиду Вику Вику, моя средняя дочь Карен, ну Вике 16 лет? Я помню Ну, это древние армянские традиции Вы понимаете, очень древние В 16 лет просят руки Потом 5 лет испытательного срока Потом женятся Знаем, знаем Вот Дело в том, что Вики сейчас дома нет Приходи завтра Папа Папа Никаких завтра Мы с Егором снова вместе Как вместе Я знаю Мы сами придумали этот цирк Что вы вместе А мы с Николаем друзья Папа Мы правда вместе Уже больше недели И любим друг друга Прекратите Остави Никаких вместе Только через мой труп Понял Дело в том, что моя Марина очень любит практиковать свой родной язык армянский Поэтому при первых случаях, а сейчас тем более, еще один носитель языка и такой небольшой диалог Ничего, продолжайте Я с удовольствием послушаю Армянский язык, очень красивый язык Да? Спасибо Из-под неба вода Нобель, мальчик мой Тут произошло небольшое недоразумение Они думают, что они снова вместе Но это ненадолго Что? Что, что? Что вы сказали? Я просто вырос в Москве и не понимаю армянского Ну, вот здесь самое время рассказать еще один древний армянский традиции Армянские папы не видают своих дочек за армян, которые не знают армянского Пойдем, я тебе расскажу А вы знаете, Анна Петрович, как будут дети по-армянски? Как? Чудовище Дети, можно вас на секунду? Пойдемте, пойдемте, на минутку поговорим Здравствуйте, извините, можно вас на муточку, пожалуйста Забавно, армянин и не знает армянского Даже я знаю немного армянский Просто часто имею с ними дело И они иногда говорят даже очень интересные вещи Согласен Да, они такие незатейливые Я тоже немного знаю армянский Да? Угу Как дела? Лаван Хорошо Неудобно? Получилось Андрей Владимирович, вы понимаете, мы действительно очень хотели, чтобы они помирились Правда? Согласен Поймите, я действительно не хочу забирать деньги из вашего бизнеса Ну, уважаемый, я тут подумал А что же, раньше нельзя было сказать нам, да? Что же нам делать в этой ситуации? Придется выпить на пассажок Правильно А я все уже подготовил Давайте, давайте Из-за этого А когда он идет, я с вами разберусь Это прекрасная идея Ну, почему она никому не пришла в голову раньше? А знаешь, как, чтобы хрустело? Надо натирать чесноком Я хочу сказать несколько слов У меня был друг Мы были лучшие друзьями Дружили семьями, как вот вы с Николаем А может еще и дети были женаты? Нет, слава Богу, у нас сыновья А потом мы поссорились Я сейчас уже не помню за чего Из-за какого-то пустяка Я уверен, виноват был он Я тоже так думал И ждал, что он первый извинится А он думал, что я должен первым извиниться И так прошло двадцать лет Так позвоните ему Наташа, это тост, монолог Прости, пожалуйста, я каждый раз это забываю За попу А я позвонил На той неделе Выпил коньяка и подумал А чего, скажу, прости, друг Трубку взяла жена И сказала, что его уже нет Вот За дружбу Чтобы ее Не прерывать За дружбу А я птица, между прочим Всегда тебе звоню первое Когда мы ссоримся Самая главная в жизни Это есть дружба Потому что у меня нет горлости Согласен Мне пора уже Не провожайте меня До свидания Нет, я вас провожу Хорошо Вы знаете, мне Давидику надо поменять памперс Пойдемте, мне поможете Опять? Опять Пойдем А я-то вам зачем? Поучишься Давай, не дистану Не надо, Егор Ну неужели ты не понимаешь Мы вышли, потому что При всех Коран Никогда не скажет то Что он должен сейчас сказать А у тебя У тебя есть Николай Владимир Владимирович Короче Прости меня Мама Что? Папа только что сказал Прости 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 А А А я переодел Давидику памперс Как? Кто разрешил? Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-ч deese Мы же помирились Ну да, правильно Егор, джак Ну разрешили Тёще Мне правда очень жаль, что вашего друга больше нет. А его и не было. Как это не было? Вы сегодня придумали дружбу для меня, я придумал для вас. Но мне кажется, вы действительно должны попытаться померить их. Я правда не хочу забирать деньги из вашего бизнеса. Извините. Извините, Андрей Петрович, я сейчас их так помирю, что им мало не покажется. Прекратите! Встань! Ты тоже? Мне это все надоело. Надоело! Никто отсюда не выйдет, пока вы не помиритесь, ясно? Карен, мир. Арсений Чан, конечно, мир. А то Давид там другого варианта не оставляет. Не понял. Ты же этого хотел, родной, вот. Давид, они помирились сразу же, как ты ушел. Серьезно? Серьезно? Я сказал, папа! Это тебя Бог наградил, потому что ты помирился с Николаем! Давиди! Иди, иди к папе, мой родной! Иди, мои хорошие! Я тут подумал, я не хочу ждать пятьдесят лет, чтобы услышать слово «папа». Домой? Домой! 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 Продолжение следует...